Добрый день, коллеги! Меня зовут Жильцов Константин, я эксперт по выкупу имущества НААБА. Хочу с вами поделиться очередным кейсом, который редко встречается и мало кто занимается таким имуществом. Это интеллектуальная собственность, то есть товарные знаки. Все вы знаете товарные знаки. У каждой фирмы крупная есть товарный знак, который стоит разных денег. То есть если там пепси-кола стоит миллиард долларов, там какой-то Сбербанк стоит 300 миллионов, соответственно есть знаки, которые стоят меньше деньги, но от этого они, скажем так, не менее ценны. Так как имущество на торгах по банкротству различное и я стараюсь изучить разные направления, чтобы потом делиться с коллегами и самому понять, где наибольшая выгода и какие есть нюансы в каких лотах, чтобы потом делиться с ними, с коллегами, с сотрудниками, с вами дорогие друзья и чтобы вы не совершали ошибок. Или наоборот порекомендовать лоты, которые наиболее выгодные, но где меньше конкуренция. Вот одно из направлений есть, это интеллектуальная собственность на торгах. То есть есть права на какие-то кинофильмы, на какие-то рекламные ролики, на какие-то права киностудии, на мультфильмы и так далее. Вот сейчас мне попался лот, это товарные знаки. Все вы знаете, есть такая компания Балтимор, то есть, которая была обширная реклама по кетчупу и всему остальному. То есть, наверное, вы слышали это. Я могу обнимать жену, пока течет мой любимый кетчуп. Так как эта компания обанкротилась, то у этой компании было много товарных знаков. Соответственно, на сам Балтимор, на какие-то овощи, на какие-то огурцы, на помидоры, на разные фразы, на какие-то салаты. И так как я посмотрел, что вложения небольшие на эти товарные знаки, то я решил попробовать выкупить их и изучить эту тему. Основной нюанс в покупке товарных знаков, чтобы их регистрировать в дальнейшем, когда вы выкупите, это надо регистрировать на юридическое лицо. То есть, это будет ИП или ООО. То есть, на физлицо невозможно, ну, возможно выкупить, но невозможно зарегистрировать товарные знаки. Это один из нюансов. Также есть сайты по продаже этих товарных знаков. Это узконаправленные сайты, которые торгуют данными знаками. Так как товарные знаки можно купить за небольшую сумму, там от 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, то можно их выкупить и поставить продаваться по цене там 100-200 тысяч. Возможно, какие-то новые компании будут их выкупать, ну, будут стараться производить какие-то овощи, им нужны будут проверенные товарные знаки. Или, чтобы не тратиться на разработку товарного знака, их купить где-то с рынка, уже готовые. Потому что, например, знак Балтимор основной, его оценили в 33 миллиона рублей. Так как вложения были небольшие при падении цены, то все мои затраты на выкуп 8 товарных знаков составили там 8 рублей. То есть, каждый лот задаток стоил по 1 рублю по вхождению. Соответственно, я решил попробовать и пока не выкупая лоты, поискать покупателей. Соответственно, быстро такие лоты не окупаются, но мне повезло, конкурсный управляющий, который реализует эти лоты, он часто выступает как посредник между покупателем и вами, кто приобрел этот лот. Может быть, у кого-то такие случаи встречались, я, может, в следующих лотах расскажу о данных ситуациях. Вот сейчас я купил эти лоты и у меня, так как месяц есть на выкуп этих товарных знаков, я ждал покупателей, искал, не выкупая их, чтобы не вкладывать деньги в заведомо, скажем так, неизвестный мне товар. Ну и как-то через 2-3 недели от конкурсного управляющего позвонил человек, сказал, что готов там купить пару товарных знаков по цене лота, он знал, по чем я их выиграл, по цене лота плюс по 200 тысяч рублей. Соответственно, я их не собирался выкупать и думал, что вот эти мои 8 рублей пропадут. Но так как получилось, что человек заплатил за меня, выкупил эти лоты и также мне сверху заплатил комиссию. Вот такая ситуация с товарными знаками. Но если подойти к этому серьезно, к выкупу именно товарных знаков, то надо, конечно, анализировать рынок, смотреть, какие товарные знаки действительно стоящие, какие действуют на территории Российской Федерации, какие действуют за границей. Ну и в дальнейшем можно за небольшие деньги. И так как здесь есть большой плюс, что товарный знак, он не может испортиться, нельзя его украсть, нельзя его как-то подменить, то есть там полная как бы регистрация, все документы. То есть здесь наиболее безопасный бизнес, но надо изучать, как и в любом деле, нюансы. Нужен этот товарный знак, не нужен, может ли вы его использовать в дальнейшем. И уже тогда принимать решение. Спасибо, дорогие друзья. Меня зовут Жильцов Константин. Мои данные вы увидите по ссылке в ролике. Соответственно, сможете со мной связаться и задать какие-то вопросы или, может быть, у вас будут предложения по сотрудничеству. Рад был с вами поделиться полезной информацией. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok